Мы пробуем выйти из дома за продуктами, потому что мы вообще не запасались. И сегодня пришел хозяин нашего жилья, американец, и задал вопрос по поводу продуктов. И что-то мы задумались, что хоть одна пару дней, наверное, нужно запастись, потому что непонятно, что с транспортом закрыли весь транспорт и вообще любые перемещения. Но вроде бы сказали, что всяким там магазинным продуктовозом можно будет ездить. Но пока непонятно, потому что в Непале официальная реальная информация, это такие разные вещи. Вот на улице народу нет. С утра ездила полиция, всех по домам разгоняла, чтобы не ходили. Но вот тем не менее народ ходит по улицам в небольшом количестве. Хотя вот большинство магазинов закрыто. Магазины, рестораны, ну, не знаю, 99% закрыто. Вот тут у нас была лавочка, в которой продукты овощи продавали. Тут рестораны. Такси-стенд. Ну, то есть не такси, никакого транспорта нет. Один с утра видел городской автобус, проехал. Больше не ездит. Патруль полиции тоже куда-то уехал. Но мы, на самом деле, не в центре города, в таком жилом живем, а немножко на окраине, на озере, в туристическом районе. Поэтому тут спокойно. Не знаю, как там, в центре, насколько оживлен, но, скорее всего, так. Такую бочку с водой и мыло в качестве дезинфектора установили. Просто на пешеходной части улицы. И вот даже там инструкции небольшие по поводу признаков болезни и, в общем-то, что нужно делать. Учитывая, что большая часть населения в Палине неграмотная, и, в общем-то, для них многие правила гигиены они сейчас слышат впервые. Но, тем не менее, будут знать. Вот так выглядит наш главный перекресток. Там, тем не менее, есть доктор, поехал куда-то. Склист проехал. Тут все закрыто. Здесь, в общем, тоже все закрыто. Какое-то биле. Все закрыто. Магазины, отели, кафешки. Даже самые маленькие, куда ходят местные. Естественно, туристические все. Тоже закрыты. И вот, на большое количество людей по улицам ходит. Но все закрыто. Мы идем проверить, открыт ли овощной фермерский магазин, где мы закупаемся едой. Вот открыт маленький магазинчик с ритуалами первой необходимости. И открыта аптека. Нашей большой радости открыт магазинчик фермерский с овощами. Так что мы сейчас сможем закупиться. Тут мы даже гречку можем найти. Ну так, немного продуктов. Они что-то не заморочились привезти накануне всего этого закрытия. Как-то никто, видимо, об этом не думал. Вот возьмем из того, что есть. Внезапно мы оказались в мире мечты, просто апокалиптическом. На улице очень тихо, потому что вообще нет транспорта. И людей тоже практически нет. Кое-откуда доносится там музыка из домов. Редкие-редкие прохожие общаются друг с другом. И это очень классно, потому что, не знаю, птичек слышно в городе. Ну и вообще ты идешь по широким улицам, и никто тебе не мешает идти. Так что наслаждаемся отведенными днями. Посмотрим, как будет дальше.